Итак, мы с вами должны быть любителями священных писаний, изучать их, заниматься ими по памяти, носить в себе, и это, поверьте, много вам поможет. То есть мы говорили с вами на литургии о том, что в этой притче дается нам откровение о милосердии, что, кстати, не отменяет других откровений о строгости суда, потому что, как говорит Блаженный Августин, не отчаивайся, один разбойник помилован, не обольщайся, один разбойник наказан. То есть там все таки балансирует, поэтому между страхом и надеждой живет человек, и сейчас нас утешает Бог. Ну, собственно, когда человек, например, станет бесчувственным и охамеет от бесчувственности, тогда его нужно встряхнуть наказанием или словом о суде, если ему это поможет, конечно, потому что бесчувственные бывают столь бесчувственны, что их ничего не пугает. А когда человек унывает, ему нужно слово утешения. Вот сегодня нам слышно слово утешения. И так Бог имеет полное право, суверенное право карать и миловать, и он находится в режиме милости. Ему нравится миловать. Он открыл миру дверь покаяния и ждет нашего обращения. И мог бы выгнать своего этого сына, наказать его примерно, или там, значит, осправить там на ту же конюшню куда-нибудь. Он принимает его как сына. Оценить этот дар, братья и сестры, что мы с вами во Христе Иисусе Господе нашим усыновление приняли. Это все равно, чтобы взять человека из детдома в семью, когда зачали ребенка, бросили на мусорник, там, доктор спас, он вырос в детдоме, там, до года, до двух. А потом какая-то семья, не то чтобы бездетная даже, а бывает, что и с детьми, а вот хочет Богу послужить. И усыновляет этого брошенного кем-то. Какая-то бомжиха, значит, такая, родила чудо Божие, как бы, значит, бросила его, а кто-то заберет его, усыновит. И вот этот бойстрюк, значит, никому не нужный, с мусорника поднятый чужими руками, потом вдруг превратится в известного, достойного человека. Ну, тут образование, его оденут, причешут, накормят, выучат, там, все-все-все-все-все. Вот мы с вами очень похожи на это все. Мы с вами такие цыганчата такие, которых подобрали под забором и сделали царями. Перевели в царский двор и говорят, будешь царем, будешь великим, тебя усыновил великий царь. Ты сам по себе никто, но тебя усыновляет царь. Представляете, что нужно делать человеку? Надо быть, конечно, благодарным. Но человек, конечно, не такой. И у одного из преподобных отцов египетских, в Отечнике читаем, говорится, что, как раз он говорит про душу нашу, что душа человеческая, как блудная девка, танцует по кабакам и тавернам, а царь, переодетый в нищего, ходит и ищет добрых душ в царстве своем. И нашел ее, и несмотря на то, что она бесстыдно живет, он что-то углядел в ней, что-то такое важное, и решил взять ее в жены, эту вот плесунью на столах. А такое в истории было, конкретно было. Царица Феодора, святая царица Феодора, жена Юстиниана, была цирковой танцовщицей. И что-то там вот как-то так вот дал бог, что потом стала царицей перфектной. В сторону чужих мужчин ни разу не поглядела и помогала Юстиниану править. То есть бывает такое, реально бывает, а в духовном смысле постоянно бывает. Представьте себе, что эту бывшую блудницу полюбил царь и взял в свои царские покои, и она там уже там обсмотрелась, обмылась, обтерлась, оделась, привыкла. А старые любовники узнали, что она там, и приходят, за забор не идут, боятся умереть от гнева царского. Свистят ей там, эй, подруга, помнишь нас, иди сюда. Она слышит старый свист, это, значит, красавица, значит, такая. И там старый свист пробуждает нестарые воспоминания, и она уже намеревается выпрыгнуть через окошко ночью как-нибудь к этим старым своим друзьям, с которым она много времени провела. Говорит, слышите, что будет ей, если поймают ее с этими всеми? Посекут в куски всех, и ее, и их. Она не только там вернулась на грех свой, она поплевала на милость, которая ей оказана. И вот этот старец говорит про наши души, это все с нами. Говорит, Господь тебя, ну, буквально вынял из выгребной ямы, омыл, очистил, одел тебя, все. И говорит, ты будешь мой сын, живи со мной, трудись мне, работай в моем винограднике. Вот такой тут душа. А там свистят, иди сюда, давай на старые грехи там зовут. И у нас есть страх такой, значит, уйти обратно. Поэтому, значит, притча, конечно, о милосердии Божьем, что не отменяет справедливости и наказания и всего остального. И мы усыновленные, нас позвали, мы пришли. Теперь надо смотреть, чтобы не отпасть. Об этом много-много раз говорится в Писании, в послании к евреям. Может быть, сильнее всего говорится, что если отрекшийся закона Моисеева, побивай им был без пощады, значит, при устах свидетелей камнями, то тем более отрекшийся крови Нового Завета, которая вопиет сильнее крови Авеля, какое потерпит наказание? Что, значит, как ему, что? Христу еще раз распинаться за тебя, если ты от него откажешься? Уже тебя, значит, позвали, ты пришел, оставайся. И еще очень важная, значит, здесь такая тема есть, что Бог несправедлив. Аллилуйя! Бог несправедлив. Что такое справедливость? Это если ты работал много, получи больше. Ты работал меньше, получи меньше. Ты не работал, ничего не получи. Это справедливость. Ты согрешил, надо наказывать. Дважды за одно и то же наказывать нельзя, это Божий закон. Но наказать надо. Наказание должно быть неотвратимым, но адекватным. Не два ока за одно око, а око за око. Зуб за зуб, ожог за ожог, порез за порез. То есть за ожог нельзя голову снимать с человека. Тебе ожог, ты ожог. Тебе зуб, ты зуб. Они всю челюсть как бы. Там есть свои законы, законы суда и возмездия. Они есть. А Бог выше. Он сам дал законы, но он выше их. Говорит, хочу помиловать, помилую. Хочу просить, прощу. То есть мы, люди, живем жаждой справедливости. Святой Николай Сербский, я часто на него ссылаюсь, я его очень люблю. В бесчисленных своих этих проповедях, этих жемчуг, которые он разбросил устами своими, говорит такое, что когда люди имеют любовь, их не интересует справедливость. Потому что любовь покрывает все. Когда люди теряют любовь, они ищут справедливость. Вот мы с вами, люди, не умеющие любить, живущие в мире, которые не знают, что такое любовь, кроме порнографического контекста. И поэтому мы жарко ищем справедливости. Должна быть справедливость. И вдруг мы узнаем сегодня, в частности, что Бог несправедлив. Он выше справедливости. Кто-то из сирийских отцов говорил, что если бы Бог был справедлив, ты был бы в аду. Но тебе открыт рай, и ты помилован, потому что он выше, чем справедливость. И если бы он был справедлив, быть может, с нами стоило бы поступать, как с собакой Павлова. Согрешил по башке, согрешил по башке, согрешил по башке, чтобы через неделю греха и неделю ударов по башке у тебя воспитался условный рефлекс, столь прекрасно, открытый, известным физиологом Павловым. Значит, такой вот, лампочка загорелась, слюна потекла. Значит, ты согрешил палкой по башке, а через неделю ты точно грешить перестанешь. Правда, будешь здесь в шишках, может быть, потеряешь часть памяти. Но с грехом мы разберемся 100%. Навсегда. Ну, а тогда мы не будем люди. Тогда мы будем манекены, или груши для битья. Потеряется всякая любовь, всякая красота мира, всякая сложность. Драматизм, истории потеряется. Все потеряется, человек исчезнет. Останется только такой негрешащий манекен. В этом нет смысла. Поэтому здесь мы видим, что Господь, вот этот сын, там, выползает из тени, старший сын. Он же там постоянно стоит в тени. Он очень важен. Прежнее чтение у нас какое было евангельское? О мытаре и фарисее. О кающемся грешнике и о самодовольном праведнике. Здесь то же самое продолжается. Здесь кающийся грешник и самодовольный праведник. Сын. Но он не самодовольный, он обиженный. Он обиделся. И его можно понять. И я замечаю тенденцию в литературе современной. Все те, которые как-то так более-менее соприкасаются с евангельскими смыслами, начинают сильно жалеть этого человека. Говорят, ну действительно, ему есть на что обидеться. Ну действительно, как бы, ну отец как бы несправедливо поступает. Ну реально. Этому козленка ни разу не дал. Этому тельца заколол. И вот это действительно откровение, братья и сестры. Бог несправедлив. Даже не смейте называть его справедливым. Он гораздо выше всего этого. Этого надо было наказывать, этого жалеть, как бы он поступает по-другому. У него есть своя власть и своя воля. Это, если хотите, еще напоминание нам о притче, помните, работающих виноградники. Когда там люди пришли в солнцепек, пахали за пенизь. Пришли потом в три часа уже, солнышко садится, пахали, значит, тоже по пенизю. Там в шесть, в девять пришли. Потом пришли в одиннадцать часов уже, на закате солнца уже чуть-чуть поработали. И потом пришли за зарплатой. И Господь Бог, начальник виноградника, пенизь, 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 этим пенизь тоже. Они там только... Ясно, что возникает, значит, бурление, так сказать, справедливых интенций в человеческой душе. Он говорит, что такое, мы тут, понимаешь, обожглись солнцем, работали с самого утра. И ты дал всем по пенизю? Он говорит, ну мы же так с тобой по пенизю договаривались. А что тебе, говорит, око лукавое, что я хочу дать ему столько, сколько тебе. Я ему плачу, сколько хочу. Что ты завидуешь? Мы по пенизю договаривались? Да. Бери свое и иди. Понимаете как? Мы с тобой договорились, что я тебе прощу грехи. Договорились. Ну так я тебя простил, иди отсюда. Раз ты не умеешь любить, получи то, что ты хотел, и вали. Значит, ты не мой. А если ты любишь то, что отец, то и сын. Он столько лет был с отцом, но они совершенно разные. Отец радуется, он завидует. Отец веселый, тот печальный. Значит, он не похож на отца. Толку того, что он в доме своего отца. И вот мы вытаскиваем эту штуку наружу. А хорошо, мы сейчас поговорили, нам еще нужно из нее вывести практические принципы. Ну и вот, значит, мы видим, что Господь Бог милый. А милость выше суда, да. Милость выше. Это вообще великая вещь. Повинную голову меч не сечет, говорит в нашем народе. О Писании, говорит, милость превозносится над судом. Как нам здесь найти какую-то практическую вещь? Во-первых, смотрите. Ну вот, например, Великий пост приближается. И в минувшие Великие посты, я говорил неоднократно с вами, имел счастье. И, наверное, придется в этот раз тоже говорить, что пост это время такого принесения в жертву души своей Господу Богу великомощно. Насколько возможно. Отдать Богу помыслы, меньше дать своему телу, больше дать Господу Богу. Это время такого сугубого покаянного труда. Да. И вот людей будет больше, наверное, в храме, даст Бог. Посмотрим. Дожить еще вообще надо. И люди будут опять на исповеди стоять. И вот я говорил раньше, я сейчас заранее говорю. Вот будет стоять на исповеди опять 35 человек, которых мы всех знаем. Они знают нас, мы знаем их. И как бы так, если глазами перемигнуться, типа, что новое есть? Говорит, не-не, все обычное такое. Объедохся, опихся, там что-нибудь такое, там пост нарушил, что-то. Вот это как? Уже устал ругаться с ним. И вдруг появится один человек, которого мы не знаем. Новый человек. Который как-то где-то с кем-то за компанией приехал. Он еще не был на исповеди ни разу. Он пришел. Значит, священник в духе притчи о блудном сыне должен заранее приготовить прихожан, сказать им, слушайте, будут такие ситуации, что всех, кого я знаю, я пройду мимо вас. Мимо всех, кого я знаю. Даже, может быть, не замечу и не успею поздороваться. Или просто не замечу. Потому что я буду заниматься тем, кто впервые пришел. Как блудный сын. Вот тот постоянно был с отцом. Отец говорит ему, сынок, да все мое, твое. Ну ведь радоваться нужно, что брат твой погибал и нашелся. Пропадал и ожил. И вот священник, когда приходит один чужой, один новый, нужно этого нового взять, ну как отец. Спросить, как, зачем, почему, что пришли. А он скажет, допустим, вот первый раз вступил в храм с желанием покаяться. Все. Вот работает притча. Значит, надо его забрать. Всем остальным сказать спасибо. Наслушались возлюбленные ваших одинаковых исповедей. Значит, в течение пяти лет ничего не меняется. Значит, сегодня у кого смертных грехов нет, все в сторону. Я занимаюсь пришедшим сыном. А вы, так сказать, превращайтесь в этого сына, который никуда не отлучался от отца своего и который не должен обижаться. Что священник обязан заниматься больше всего теми, кто только что пришел. Потом через год он скажет, ну теперь все, давай летай сам. Пришли новые, теперь надо ими заниматься. Потому что нельзя же носиться, как бы вот с курицей с яйцом каждый раз, например, 20 лет подряд как бы взрослыми людьми, которые все уже знать должны, которые должны уже Евангелие наизусть выучить, как бы, значит, по ночам молиться стоя с распростертыми руками, значит, с 12 вечера на ночь, значит, до 7 утра, до пяти, до петухов хотя бы. А ты все с ними возишься и разбираешься с ними, какие-то какие-то мелочи, какие-то копаешься, какие-то сюсю, мусю, сюсю, пусюсю, тросяся, ля-ля-ля-ля-ля, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот это все бесполезно, это бесполезнеж какой-то. Надо, чтобы человек окрылился и полетел как бы следующий, окрылился, полетел, следующий, это гнездо такое божие такое, где орлы должны превращаться из маленьких птенчиков в таких уже, которые машут крылышками и потихоньку летят, как бы мы должны так делать. А не возиться, понимаешь, как в песочнице с человеком, например, он в 40 лет в церковь пришел, вот ему уже 70, а мы все с одним и тем же возимся и возимся, возимся и возимся. И из-за этого того, что я вожусь с одним и тем же, я не замечаю новых. Да новых-то и нету. Понимаете, что интересно? Но было время, когда пришло много новых, там в эти 90-е, как их там назвать, лихие, дурные, странные, непонятные. Ну, привалило куча людей. Представьте себе, я хорошо помню это время. Церковь, служба, служатся в церкви каждый день, священник старенький, под 80, из прихожан на хоре три бабки, примерно возраста священника. Одна молодая, регент, молодая, это 58. Значит, в церкви прихожан, 6 человек обычно, каждый, может, 7, может, 5, каждый день ходят в церковь. Бабки, труженицы, прошедшие войну, похоронившие мужей, воспитавшие или не воспитавшие сыновей и внуков, там по-всякому такие, такие закаленные, тяжелым периодом, который уже прошел, вот той нашей истории. Вот их там 5-6 бабок. Старый ветхий поп в алтаре, старые певицы на клиросе, так привыкли, так было последние 20-25 лет у них в жизни. Вдруг какие-то двери раскрылись, в храм налетела, куча всяких обормотов, этих советских таких, которые креститься, венчаться, исповедиться, причащаться. Ну, рухнуло одно, началось другое, и надо было бы радоваться. Но никто из старых прихожан не радовался, не радовался. Боже, как хорошо, новые люди пришли, молодежь пришла, эти пришли, эти пришли. Я говорю, что вы тут поприходили все? Мы так тихо, спокойно жили, мы всех друг друга знали, батюшку знали, батюшка знал нас. Вообще, как бы тут привалила какая-то куча каких-то новых людей. То есть, это можно понять, это очень понятно. Представьте себе, русские обормоты перестали исповедовать православную веру в большинстве своем, ну, собственно, мы близки к этому. Но почему-то Господь Бог открыл двери покаяния, например, Китаю. И Китай, например, в течение 10-15-20 лет, например, там, наводнился храмами, они там все быстро строят. И там, воскресными школами, там, все, евангелие, литургия на китайском, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. И вот, там, лет через 15, весь Китай православный, например. Сука, их-то много. Если приезжать там в Москву, в Питер, в Ростов, там, в Нижний Новгород, и ты заходишь в храм, а в храме, например, три русских, например, и 200 китайцев. Представьте себе сейчас это. Что ты будешь делать? Скажите, что они приперли сюда, где китайцы, что им конфуция мало? А где русские? Русских нет. Русские кончились. Господь нашел других овечек. Что мы будем делать? Будем психовать. Будем обижаться. Будем дергаться. Будем вступать к националистической партии. Будем бредить неонацизмом каким-то таким. Что я там не знаю. Или просто сопьемся тихо от скорби. А это будет воля Божия. Ты не пошел, он пошел. А он что, хуже, что ли? Он тоже человек. Господь за всех распялся. Вот мы будем в старшего сына превращаться. Мы будем превращаться. Это очень серьезный вопрос. Сейчас, например, католики, католическая церковь, она сейчас вообще кормится в людском смысле, там, богословском, людском, не Европой. Лицом католической церкви является Африка и Латинская Америка. И там уже кардиналов все больше и больше негров. И скоро там, может быть, папа будет негр следующий. Вполне возможно. Думаю, вот представьте, что опять-таки вы пришли в храм, например, а там 200 негров и 2 белых. А что такое? А белые отказались от Бога. Белыми без Бога хорошо живется. У белых есть свои идеи, свои там, это социальный пакет, понимаешь, корзина потребления, там, троллевали, там, значит, значит, как-то метагуманизм какой-нибудь там. Все, другие придут. Ты не хочешь. Потерял сыновство? Уходи отсюда. Придет другой. Начнешь дергаться, а будет поздно. Поэтому это очень серьезно. Этот старший брат, он очень серьезен, он очень важен. Бог зовет всех. То, что мы сейчас в храме, это незаслуженная милость. Не потому, что я умнее всех, или лучше всех, или добрее всех, или я каялся искреннее всех, и поэтому Бог меня позвал, других нет. Это тайна Божия. В Царство Божие зовут всех. И плохую рыбу тянет невод, и хорошую рыбу тянет невод, а потом рыбу переберут. И худое выбросит, хорошее оставит. Поэтому нам, конечно, допустим, или смотрите, еще, например, духовный вопрос. Есть такая змейская вещь, как зависть. Из-за зависти Сатана спал с неба. Из-за зависти Каин убил Авеля. Из-за зависти фарисеи осудили Иисуса Христа, найдя ключики к трусливому сердцу Пилата. Зависть это мощный рычаг человеческой цивилизации в самом худшем ее проявлении. Нельзя никому завидовать. Это я вам скажу на всякий случай. Никому никогда ни в чем нельзя завидовать. Бездетная не имеет права завидовать многодетной. Ни жена, ни замужняя не имеет права завидовать замужней. И наоборот. Молодой старику старик молодому. Никогда старик не должен говорить «Эх, мне бы как вернуться бы в молодость». Это слова идиота. Ты свою молодость прожил, иди дальше. У тебя там дальше свои задачи есть. Никому никогда ни богатым, ни бедным, ни умным, ни святым нельзя завидовать. Но зависть есть. Она действует в мире. А в духовном мире она еще сильнее действует, потому что она родилась в самом дьяволе. И вот представьте себе, например, как про Иисуса Христа говорили, когда он проповедовал, откуда у него это? Он же не учился. Мы же знаем его отца, Иосифа, его матери, Марию, и его братьев, Симон, Иосиф, Иуда, его сестер знаем. Откуда он? Назарете в этом живет. Откуда? Они как бы там присматривались, потом завидовали ему. И вот представьте себе, например, я, допустим, я сейчас говорю, я условно хожу в церковь, например, уже лет 50, а мне всего, например, лет 68. Вот церковился я в юности, и с тех пор я знаю только Божию службу. А кто-то пришел в церковь только вчера, в грехах пришел и покаялся, и простил его Бог, и дал ему Бог такую благодать через год, которой у меня за все 50 лет моего церковного жития нету. Что возникает в душе моей? Зависть. Кто, кому, этому щенку, он только что пришел, почему у него эти таланты, дарования, сила, власть, влияние, успех, там что-то еще, какие-то там исцеления, прозрения, чудотворения, что-нибудь еще. Откуда ему, за что Бог ему это дал? Да я 50 лет уже в церкви, каждое воскресенье, в среду, пятницу, ну чисто фарисейский текст, пощусь два раза в неделю, ты-ды-ды-ды-ды-ды делаю там, на счет такое, в воскресенье в храме я стою, уже вот с молодых ногтей до седой головы, и мне Господь не дал, как этот говорит, а мне козленка не дал, этому, понимаешь, тельца заколол, а мне козленка не дал, это чисто духовная зависть, когда пришли последние, стали выше первых, пришли какие-то непонятные, какие-то бродяги, потом через полгода, год, два, три, четыре, смотришь, да это святые люди стали, зашел какой-то хиппи, там с гитарой на плече, с хайером до попы, а смотришь, через два-три года, как бы, а он стал и романах, а через пять лет архимандрит, а еще через двести лет какой-то архиерей, да еще и лучший архиерей, лучше тех, которые с детства на фортепианах играли, понимаешь, только на французском разговаривали, что будет? Зависть будет, в церковной среде будет зависть? Будет, еще страшнее будет, чем в миру, что в миру люди туповато живут, просто скажем, и они завидуют бабкам, и какому-то там примитивному успеху, а в духовной среде завидуют духовным вещам, за что Каин Авеля убил? За нефть? За государственные границы? За женщину? Как ахейцы воевали с афинянами, вернее, там, ахейцы с троянцами, за прекрасную Елену. Ни женщины, ни денег, ни государственных границ, ни золота, ни серебра, ни чеканные монеты, ни дорогих одежд. Вся земля огромная, вас только двое. Живи где хочешь. За что убил человека? Из духовных причин. Внутри всех процессов мира лежат духовные причины. Вы должны знать, что они там есть. Говорите, я их не вижу. Ну, ты слепой и не видь. Но они есть. Внутри всех процессов мира есть духовные процессы. Поэтому зависть, она там родилась, в ангельском мире, и она в церкви действует страшнее, чем в миру. Страшнее, чем певица неуспешная завидует певица успешной, завидуют церковные люди друг к другу. Почему? Обижаются на Бога. Как мы уже цитировали с вами нашего это солнышко русской поэзии, маленькие трагедии, Моцарт и Сальери. Это как раз эта трагедия мытаря и фарисея, Каина и Авеля, старшего брата и младшего брата, блудного и неблудного, когда он говорит, все говорят, нет правды на земле. Но правды нет и выше. То есть он настолько обижен, что он считает, Бог не видит или не хочет смотреть. Либо Бога нет, либо он недобрый. Вот что рождается в человеке, когда не по его планам совершается жизнь. Жизнь идет не по моим планам. В чем дело? Либо Бога нет, либо ему на меня наплевать, либо он вообще злой. Рождаются мысли. Это самые страшные мысли, на самом деле, они в глубине роятся. Вот тебе и все. Оттуда рождается всякое убийство, оттуда. Потому что настоящее убийство, когда денег не надо. Я просто хочу, чтобы тебя не было. Когда Христа убивали, они просто хотели, чтобы его не было. Чтобы он, наконец, замолчал, замолчал навсегда. Чтобы память его стереть из истории. Для этого его убили. И от этой смерти нельзя было откупиться, потому что деньги не нужны. Предложите им, этим убийцам, Христа, любую сумму. Для них в это время деньги мусор. Деньги и так у них есть. Нужно, чтобы его не было, чтобы он навсегда замолчал. Везде, в любом преступлении, есть духовная причина. Это не важно, видишь ты или не видишь. Видишь, хорошо, не видишь, тебе считается. Но она там есть. И вот, этот старший брат этой притчи, он стоит там сбоку, на отца обижается, потому что отец несправедлив. Ну исторически вообще, это вот те самые благословенные евреи, надо и про них сказать, потому что без них нельзя, без них никуда. Надо про них тоже говорить. По-хорошему говоря, от них куда денешься. Они до конца истории прописаны в Божьи планы. Они тоже обижаются на Господа. Говорят, Господи, мы так долго тебе работали. Все святые от нас. Давид наш, Моисей наш, Даниил наш, Исаия наш, Илья наш, Елисей наш, Авраам отец наш, наш. Слушай, ну все наши как бы собрались как бы, а ты взял как бы, нам не дал никакой благодати. У них же нет благодати. У них же нет прозорливцев, нет, пророков нет, чудотворцев нет, царей нет, князей нет, священников нет, храма нет, жертвы нет, ничего нет. Как долго уже нет. И когда спрашивают, вот когда вы, когда спрашивают, вы когда ушли в Вавилон, это было зачем и почему? То раввины говорят, перед уходом в Вавилон, мы очень сильно грешили. Брат не любил брата. Обман, убийство и блуд чрезвычайно распространились. И Всевышний решил нас наказать и увел нас в плен на 70 лет. Потом вернул нас, потому что он любит нас. Тут ему говорят, слушай, вот уже 2000 лет у вас нет ни пророка, ни князя, ни священника, ни чудотворца, ни исцелителя, ни прозорливца. Ни пророка, ну никого нет. Это ж как надо было, это что ж такое вы сделали, что превосходит вавилонский плен, пардон, в 30 раз по срокам, а по тяжести в миллионы раз. Ну обычно этот неприятный вопрос лучше не... Когда они... Ладно, об этом сейчас не будем, потому что они, в принципе, понимают. Так вот, у них тоже есть обида, как бы, мы так долго жили с тобой, а благодать ты дал этим. А это же мы совершенно новые люди. Мы все лишь тысячу лет христиане. Например, какие-нибудь там греки или итальянцы, две тысячи лет христиане, а мы только тысячу. И каждый раз, а следующие века и десятилетия, что будет? Бог будет искать себе новых служителей в новых странах. Поверьте мне, будет. Если старые страны, давно знающие Христа, служить Христу не будут, то будет все то, что написано. Виноградник заберет у злых делателей и отдаст другим. Там прямо написано все. Что сделает с ними? Заберет виноградник и отдаст другим. Вот над чем живет Россия. И никто об этом нигде не скажет. Говорят, про что хочешь, но только не про это, про единственный смысл российской истории. Ну, мы с вами вот простые люди, как бы, да, мы должны понимать, что если Христа у нас забрать или нам от Христа отвернуться, наша жизнь полностью тут же от начала до конца потеряет весь смысл. Нас больше ничем не возвеселишь, ничем не утешишь. У нас все рассыпется, все, вообще все. Нам же нужно знать это или не нужно? Нужно. Вот нам сегодня, как бы, об этом тоже говорится. придут другие блудные дети, которых любит отец. Отец их ждет, и они придут. Мы не знаем кто, не знаем когда, это тайны Божьи, но придут. А мы в это время не должны быть старшим братом. Стоять надутыми в стороне, думать, что это он позвал их, этих чурок этих всех, взял и позвал. Этих негров всяких, шоу них там в Африке, религии мало что ли. Взяли и пришли к Христу нашему, к нашему Христу, слышишь, пришли. Чего это они, понимаешь? И так далее. Только вот это свинство ходит за каждым человеком. Поэтому сегодня кающемуся грешнику радость. Сегодня можно кричать прям по телевизору. Если бы у нас были минореты православные, не колокольними, а минореты. С колоколин колокол бабамкает. А с минорета человек кричит. Нам нужны православные минореты. Стоит такая башня, заходит мужик с мегафоном и кричит стих из Писания. Например, сегодня бы кричал такое, там, идите к отцу, идите к отцу. Отец ждет. Блудные люди, идите к отцу. Нам нужен такой минорет посреди Москвы, чтобы он орал слова, не колокол. Колокол не всем понятно, о чем звонит. Я даже не знаю, не уверен, знаете ли вы, о чем звонит колокол. Не знаю. Не буду проверять даже. А вот слова, они более понятны. Чтобы кричали тебе, такой, иди к отцу. Эй, ты, все, кто у свиных корыт, внимание, внимание, всем у свиных корыт, идите, отец зовет, отец ждет, отец милостивый, идите обратно к отцу. Это сегодняшний крик, крик Евангелия. Это главная мысль сегодняшняя. Надо встать и пойти и не быть старшим братом. Это сложная история человеческая. Ну и, пожалуй, последнее, что на прощание, это ведь всего лишь полстраницы текста. Это же нужно так умудриться, чтобы говорить про полстраницы текста сначала полчаса, потом полчаса. Если бы мы еще остались, я бы нашел вам, что сказать, еще два часа. Не для того, чтобы просто время набрать, потому что там есть смыслов гораздо больше, чем я вам сказал в сотни раз. Вчера ради интереса посмотрел на одном из православных сайтов в перечень проповедей на тему о блудном сыне. Боже! Там их штук 20 и все разные. Один нюанс берет, другой другой, третий, четвертый. И получается цельное, пространное, широкое повествование. О чем это говорит, друзья мои? Это говорит очень простую вещь о том, что Евангелие это текст божественного происхождения. Больше таких текстов нет. Ни греческие философы, ни китайские конфуции, ни кто-нибудь еще не сподобились говорить так плотно и кратко, чтобы из этих кратких слов вырастали целые библиотеки. Толкований, размышлений и практических выводов. Евангелие это божественная книга. Нужно будет упражняться в чтении Евангелия в течение ближайшего времени, в Великом посту в особенности, а в принципе во всей жизни. Мы с вами должны быть людьми священного писания. Ни дня без Библии. Завтра память пророка Божьего Захарии, Серповица. Сейчас вас спрошу на всякий случай. Представьте себе, что я спросил. Кто читал пророка Захарию? Да пусть. Понимаете? А там много написано. Интересно. Там написано про второе пришествие, когда люди будут смотреть на Христа, возвращающегося с славой, и заплачут о нем, как единородном сыне своем, и воззрят на него те, которые его пронзили. Об этом в Евангелии. Короче, там Захария, он трудный, но это один из... Вот завтра Захарию нужно почитать. А сегодня 15 главу Евангелия Луки. И так нужно заниматься писанием. Да. Аминь и Богу слава. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!